Кашель может возникнуть, я еще раз повторюсь, это сердечная недостаточность, большое, сильно развитое сердце, которое давит на трахею. Это недоразвитая трахея, то есть кольца вот этих вот трахеи могут быть эластичны и на вдохе и на выдохе как бы сужаться. Вот, то есть это не простая вещь. А если это питомниковая кашель, то сам по себе он не страшен, но он страшен своими последствиями. В чем заключается последствия? То есть если вы сразу не предприняли попытку к лечению, то есть происходит ослабление собаки. Вот слышите кашель? Что? Вот, не были предпринятки, сразу назначен курс лечения, то здесь возможно ослабление животным и привод, например, к пневмонии, то есть своими сопутствующими заболеваниями. Страшно это заболевание. Встречается оно достаточно часто, то есть где-то на улице вы можете подхватить, выгуливая собаку, можете где-то на выставке, почему он и называется вольерный или питомниковый кашель, да, то есть где-то в массовом скоплении, где собаки находятся, где они, то есть вот передается он воздушно-капельным путем, и собаки инфицируются практически мгновенно, там, инкубационный период у него, там, 2-10 дней, то есть в течение вот этого времени животный может заболеть. Ну вот сегодня шестой день, как бы Рик вообще хорошо, Герда что-то тут подкашливает, сейчас будем делать уколы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас было сделано 3 укола. Один внутримышленный, два подковные. То есть по назначению доктора перед этим мы прошли курс антибиотиков, потому что было подозрение на воспаление лёгких. Сейчас перешли на противовирусные иммуномоделирующие препараты. То есть был внутримышечно сделан укол анандина, это противовирусный препарат. Регенерирующий препарат. Это подкожно был сделан раствор инъекций алоэ. И третий это вообще тонизирующий, иммуномоделирующий, ну не знаю, подкреплённый, не подкреплённый всевозможными там тестами препарат гомоавита. Некоторые говорят, что он очень хорошо помогает. Я вот его часто использую, замечал. А некоторые врачи говорят, что это типа эффект плацебо, то есть особо как-то не влияет. Ну, общий укрепляющий, судя по составу, всё равно он немножко работает. Поэтому я думаю, что не повредит ему животному. То есть вечером ещё надо будет сделать один укол анандина внутримышечно. То есть противовирусный. То есть этиология пока ещё непонятна. То есть антибиотиками прокололи собаку, ну, как известно, антибиотики против вирусов у нас вообще не работают. Поэтому нужно применять специальные препараты. Если это, конечно же, именно питомниковый кашель или собачий грипп, что является как бы мутацией лошадиного гриппа. Ну, сегодня у нас не пятый, а шестой уже день как бы терапии идёт. Вчера был первый укол антивируса, и сегодня, ну, как бы на глазах уже улучшение пошло. Причём, если взять сравнение первого доктора, который принимал Рика, и вторую доктора, то, естественно, здесь можно было сделать однозначный вывод о профессионализме вообще на самом деле ветврача. Я неоднократно заявлял и говорил в своих передачах, что хорошего ветврача у нас найти достаточно сложно. Если на первом приёме мой напарник повёл собаку с конкретным таким кашлем, и судя по описанию, то есть это не моя смена была, я бы с удовольствием съездил, свозил бы сам бы, естественно, но судя по описанию, там приём осуществлялся на уровне «расскажите мне про собаку, я сделаю диагноз». То есть осмотр конкретно не был проведён, то есть не были ощупаны, скажем так, лимфоузлы у животного, не было прослушано животное по эндоскопам. И на основе рассказа кинолога, так называемого кинолога, и клинической картины уже, то есть клиническая картина выражалась в отсутствии температуры, хотя, опять же, он не промерил температуру, это с моих слов, то есть я промерил температуру, кинолог не промерил температуру. И с клинической картиной в виде кашля, то есть был поставлен диагноз. Второй же врач, который осуществлял приём после курса антибиотиков, которые мы прокололи пять дней, уже, ну, естественно, выслушав сначала историю болезни от кинолога, так называемого кинолога, ощупала самостоятельно, то есть как бы лимфоузлы, состояние лимфоузлов, по лимфоузлам, то есть с левой стороны лимфоузел был воспалён, вот, прослушав фонэндоскопом состояние дыхания, состояние сердца, то есть сердечный ритм, как бы был прослушан, то есть был сделан вывод, то есть кашель мог возникнуть по многим причинам, здесь коллапс трахеи, мог это сужение трахеи, могло быть увеличенное сердце, да, у молодой собаки, то есть сердечная какая-то недостаточность, то есть сердце было большое, могло быть большое, и давить тем самым на трахею, и отсюда вот этот вот коллапс сужения, то есть трахеи, у него трахея была сужена на протяжении 7 сантиметров, вот здесь вот, ближе к груди, в шейном отделе, ближе к груди, через 4 дня кашель в меньшей степени, конечно же, не так выраженно, проявился у нас у второй собаки, о чем был сделан вывод, что все-таки это питомниковый кашель, поэтому, если ваша собака закашляла, да, то вы не думайте, что все так просто на самом деле, здесь очень серьезные последствия могут быть этого, то есть если вы сразу не обратитесь к доктору, то есть в чем выражается вот этот питомниковый кашель, он выражается в том, что животное само по себе начинает закашливаться, и закашливаться, знаете, как будто бы вот оно поперхнулось чем-то, и стоит в горле, значит, как бы мешает, кушает, мешает глотать животному, как проверить, если какое-то механическое, ну, что-то механическое, ну, там, может быть, это щепка какая-то, может быть, косточка там застряла в горле, да, вот, вы предложите своей собаке какое-то лакомство, и если именно там что-то застряло, то она проглотить его не сможет, вот, и это все, причем этот кашель может приводить к к рвоте, то есть эвакуации кишечника, с белой пеной, либо вот, если только покушала собака, то может рвота быть только что съеденной едой, а, да, я еще забыл такой момент, что помимо вот этих лекарств, которые я сейчас прокалывал животному, я еще добавил сироп от кашля, то есть был назначен еще сироп от кашля, именно от сухого кашля, был куплен бронгексин детский, и в детской дозе помешан в еду, лечите свое животное, обращайте внимание даже на такие мелочи, казалось бы, да, и тогда у вас все получится, с вами был канал Яймы Хвост, я его автор и ведущий, Олег, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok